The Emperor has been expecting you. Я начинаю рассказывать вам, мои дорогие зрители, о каждом из самых основных персонажей нового фильма в отдельности. Если вы боитесь увидеть здесь спойлеры, то не волнуйтесь, их не будет, ибо фильм еще не вышел и никаких важных сюжетных линий раскрыто не было. Ну а мы начинаем. Сегодня наша речь пойдет о Борсоне Кренике. Этот человек родился более чем за 50 лет до начала битвы за Явин. К слову, действие Изгой-1 происходит всего за несколько недель до вышеуказанной битвы, а это значит, что в фильме ему будет более 49 лет. Свою службу в качестве агента спецслужб он начал в довольно раннем возрасте, и уже к 30 годам он стал заместителем командира, или, как перевели наши переводчики, командир-лейтенантом республиканского флота. В романе «Катализатор», действие которого происходит за 20 лет до начала событий фильма, мы можем узнать, что во время битвы за Джеонозис Орсен Кенник уже занимал пост одного из командиров Имперского бюро безопасности и лично принимал участие во множестве секретнейших и опаснейших операций, в которых ему часто приходилось использовать все свои навыки разведчика, шпиона, а иногда даже двойного агента. Его нрав был довольно яростным, а многие из его приближенных часто говорили, что его поведение было практически невозможно предсказать. Впрочем, как и подобает настоящему Джеймсу Бонду вселенной «Звездных войн», во время выполнения своих секретных миссий он мог маскироваться и играть практически любую роль, которая требовалась для успешного выполнения задания. Чтобы сделать его образ еще более похожим на образ знаменитого агента разведки МИ-6, актер даже хотел изобразить чистый и возвышенный британский акцент, подобный тому, который был у капитана Пьета в пятом эпизоде. Но режиссер настоял на том, что Орсен Кренник должен иметь акцент простого английского рабочего, а не лицедея из театра имени Шекспира, тем самым сделав намек на то, что Орсен Кренник происходил из низов имперского общества, который заработал свой ранг не благодаря богатству и влиянию своей семьи, а благодаря собственному уму и хитрости. Впрочем, хитрость у него была отменная, равно как и знания республиканских, а затем и имперских законов и порядков, что позволило ему заручиться поддержкой самого Палпатина и уже в довольно молодом возрасте стать начальником охраны Звезды Смерти и ответственным за набор персонала для проведения инженерных и иных научных изысканий и создания масштабных проектов. Используя свою репутацию и связи в научных кругах, Орсен Кренник смог заполучить себе на службу самого Галена Эрса, лучшего эксперта по синтезу кайбер-кристаллов во всей галактике. Впрочем, стоит указать, что несмотря на свою притворную дружбу, Орсен в разговорах с другими высокопоставленными имперцами не раз заявлял, что Гален для него лишь инструмент, и если бы он не был так ценен для проекта боевой космической станции, то он с легкостью убил бы того, еще когда тот был в плену у сепаратистов, чтобы они не смогли завладеть разработанными им технологиями. Кстати, в одном из своих следующих видео я кратко расскажу вам о вышеупомянутом Галене Эрсо. Впрочем, то, какой обзор будет следующим, я сохраню в секрете. Ну а вы попробуйте угадать имя этого персонажа в комментариях. Ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то не забудь оставить лайк и подписаться, чтобы следить за выходом новых роликов. Я также буду тебе очень благодарен, если ты подпишешься на мою группу ВК. Ссылку на нее я дал в описании. Кстати, у меня также уже готов сценарий для видео про Джин Эрсо, поэтому если у тебя приятный женский голос и ты хочешь помочь мне в озвучке видео про Джин, то напиши мне в ВК с образцом твоего голоса. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok